Всем привет, друзья! Меня зовут Альтер, вы находитесь на канале CheckerOut, а это прослушка. Ну что, у нас есть несколько новиночек и самые интересные от музыки 36. Группа Skryptonit, Skryptonit, Rida, вот. Но еще у нас, по-моему, что-то было. Масло было, да, масло было. Слава КПСС, ну ладно, не будем слушать. И у Хаджиме, по-моему, что-то было. Короче, ладно, давайте не будем тянуть, заценим и начнем с маслом. Совершенно летняя песня. Хорошик клевый. М-м-м-м, прикольная. Такой атмосферный звучок. Характерные масла черного тумина. Лайтовая тема. Пожалуй, добавлю. Прикольно. Ну, можно слушать. Так, ну что, переходим к музыке 36. Масло порадовал, можно сказать. Ну, нормальный такой сингл. Будет клево, если он выпустит альбом. Так, ладно, райдер. Тоже летняя, наверное, тема. Судя по этим. Да-да-да. Так и думал, сейчас будет ритм какой-то такой. Таков путь. Это все с Мандалорцем, мне кажется, пошло. Мне кажется, скриптонит тут приложил руку. Хотя, фиг знает. Нормальная тема. Так, ну тема не близка мне, конечно. И по музыкальной составляющей, и по тексту. Прикольный, конечно, такой вайп летний. Это можно слушать так, где-то на фоне. Но не для меня. Так. Ну что, погнали. Группа скриптонит. КПСП. Классно. Давай. Давай. Мне нравится то, что здесь понятный голос. Он никак его не видоизменяет практически. Как будто скриптонит. Сам. Припев, конечно, топчик. Предприпев главное. С главной темой, ну с названием. Каждый поймет, пойдет своим путем. А припев, давай, Хавдюб, накрошу еще. Накрошу еще. Вот. Вот мне нравится группа скриптонит за использование вот таких вот звучков каких-то. Ну, короче, мне нравится, что они играют с музлом. Лайк, однозначно лайк. Хотелось бы сказать немножко про группу скриптонит. Пластинку Солитюд я заслушал до дыр. Я могу спокойно сейчас даже включить, и мне не надоест ни одна песня. Совместки, которые выходили после, мне особо не вкатывали. Что-то как-то, ну, не цепляли они меня. Вот. Но вот это пока прям очень даже хорошо. Так, скриптонит веселей. Что-то, мне кажется, не будет веселой эта тема. Звучок прикольный. Крутая тема вообще. Крутая тема. Ждем, ждем, ждем шестой альбом. Мне кажется, это может быть это подогрев. И было бы круто. Но тема крутого. Крутовая. Крутовая. Качевая, я хотел сказать. И крутая. 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 Так. Еще у нас есть тут казахи. Ирина Клайратовна. И у них вышел трючок. Интро из грядущего альбома 13 выпуск. Ммм, прикольно, прикольно. Текст, короче, я не нашел. Еще скиньте в комментариях. Такая серьезная тема. Все по красоте, не дай бацца. Баццы будут этой цели добиваться. Чтоб кататься, надо возиться. Мощное интро. Нормально. Ну, я про по флоу. Мало. И как и с кисло-сладким боной, я не понимаю вот эту тему. Но вы мне писали в комментариях, что это нормально у нас тут. Мешать языки. Русский и казахский. Окей. Но мне все равно не понятен текст пока. А тема крутая. Серьезные ребята, мне кажется, альбом будет топовый. 13 выпуск, мне кажется, залетит вообще на ура. Не знаю, посмотрим. Ну, все, пожалуй, на этом. Очень крутые релизы. Ирина Кайратовна, Скриптонит. Группы Скриптонит. Масло Черного Тмина. Я вот себе добавил. Очень крутые работы. Буду слушать, гонять. Какие песни вам понравились, что скажете об этих песнях. Как вам песня группы Скриптонит. Как вам сам Скриптонит в песне веселей. Как вам сингл от Масла Черного Тмина. И ждете ли вы от него альбомы или еще что. Потому что он что-то как-то, ну, начал опять продуктивно свою показывать. И... Что еще? Ну, все, наверное. Короче, увидимся в комментариях. Ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok